ну что дорогие друзья всем добрый день сегодня у нас 3 августа 3 августа в нью-йорке час пол пятого и я провожу урок с центральный парк центральный парк нью-йорк урок торы по притчам третья глава притчи я хочу остановиться сегодня на двух отрывках есть два отрывках интересно они очень похожи один на другой один это шестой отрывок шестой отрывок в нем написано так что что беколь драхе хадеу на всех своих путях познавай бога в у яшер архатеха и он выпрямит твоей дороге значит и 17 отрывок он говорит так даркай даркай но пути торы они пути приятные вы коль на тивате шалом и все ее дорожки шалом мир значит они очень похожи друг на друга но давайте разберемся как это в жизни работать первый отрывок у нас на всех своих путях познавай его и он выпрямит твои дорожки значит человека он как мы живем мы все время находимся в контакте с реальностью вот я сейчас в контакте с реальностью вижу эти дома мне не очень нравится в участие в другом контакте с реальность видите сразу все поменялось то есть когда человек находится в контакте с реальностью то малейшее изменение ракурса смотрите об меняется все меняется картинка так меняется так меняется так меняется чуть-чуть я изменил только ракурс по которому я смотрю на мир теперь получается что говорит нам царь солмон мудрейший из людей говорит нам так на всех своих путях познавай бога и он выпрямит твои дорожки он говорит смотри ты же можешь не смотреть на дерево ты можешь познавать всевышнего ты можешь смотреть на ицхака познавать всевышнего ты можешь смотреть на все же на себя познавать всевышнего весь вопрос кого ты хочешь увидеть если у тебя внутри желание и намерение вступить в контакт со всевышним если у тебя есть желание и намерение вступить в контакт со всевышним тогда ты реализовываешь его совет беколь драхэха деу на всех своих путях познавай его в у тогда он всевышний он яшер архатеха он выпрямит твои дорожки смотрите вот человек идет в лес он идет в лес и он думает зачем я иду в лес какие у него варианты он может идти в лес по грибы по ягодам правильно он может идти в лес гулять он может идти в лес значит на охоту да и он может идти в лес познавать всевышнего потому что он всегда помнит о том что на всех своих путях познавай бога и он выпрямит твои дорожки теперь в случае когда он идет за грибами бог не выпрямит его дорожки он может и поганок наесться он может и мухоморов наесться Всего чего угодно он может наесться, идет он на охоту, так может он идет на охоту, а медведь в это время идет на охоту на него, тоже Бог здесь не выпрямит его дорожки. Теперь, если же он идет в лес и он идет познавать Всевышнего, то есть он может и за грибами шел, но он в этот момент задумался и думает, а вот что Всевышний от меня хочет в этом мире, что он от меня хочет? Как Всевышний создал этот мир, какие деревья красивые, какие люди здесь, да, и он через всю вот эту вот реальность, он начинает контактировать с тем, кто создал реальность, кто стоит за реальностью. В этот момент Всевышний выпрямит его дорожки, вдруг он смотрит и ему открывается какая-то совершенно невероятная новая идея, которой до этого не было. Да, или идет какой-то человек, который вдруг оказывается не человек, а Илья Уанави, он может быть ангел, может быть, была такая история, был такой великий мудрец Цабай Минавардак, дедушка из Навардака. И он, значит, он в лесу сделал себе такую маленькую хижину, в которой он уединялся от всех, и он в этой хижине, он учил Тору, он размышлял, он познавал Всевышнего. И когда к нему пришли ученики, и он им говорит, если есть стопроцентная уверенность во Всевышнем, бетахон во Всевышнем, да, бетахон это уверенность во Всевышнем, говорит, Всевышний для тебя все сделает. То есть, когда ты соединяешься со Всевышним, то ты как бы соединяешься с тем, кто создатель мироздания. И когда ты с ним попадаешь в резонанс, то ты сам становишься как бы фильтром, сквозь который он создает, Бог создает мироздание. И он им эту идею так рассказал, рассказал, рассказал. В это время погасла свеча. Они говорят, погасла свеча, нет свечей. Он говорит, если быть в резонансе со Всевышним, если верить полностью всем сердцем, что Всевышний сейчас создаст свечу для тебя, Всевышний создаст свечу. И он, значит, прямо он это с таким воодушевлением сказал, и он выходит в лес, прям выходит, и вдруг из леса они вышли за ним, появляется какая-то фигура такая, да, какая-то вот прям из леса непостижимая такая непонятная фигура. И, значит, пролетает мимо них, и Саба Миновардек стоит, это было больше ста лет назад, стоит у него в руках свеча. Значит, на всех своих путях познавай Бога, и Он выпрямит твои дорожки. Это первый отрывок, это шестой отрывок третьей главы. В 17 отрывок третьей главы он звучит так. Значит, когда ты выполняешь шестой отрывок, ты начинаешь познавать Всевышнего, Он выпрямляет твои дорожки, и тут вдруг человек, оказывается, который соединяется со Всевышним, Даркея, пути ее, пути приятные. Куда он не пойдет, а ему везде приятно. Куда он не повернет, у него все складывается. Куда он не идет, а ему хорошо. Вы кольните в Атея шалом, и все ее тропиночки, они вдруг превращаются в шалом. У него полное внутреннее состояние такого сияния, счастья, спокойствия. Он никуда не бежит, он ничего не боится, его ничего особо не волнует. Он в кайфе, он живет в полном кайфе. То есть тот, кто всем сердцем соединяется со Всевышним, он помогает в мир полного, невероятного спокойствия и счастья. Пути ее, пути приятные, пути Торы, вы кольните в Атея шалом, и все ее дорожки в мир. Шалом. Я желаю, чтобы мы все достигли этого состояния, чтобы вы кольдра хе хадео, на всех путях познавать Бога, видеть Всевышнего во всем, видеть глубину, глубину и выход вот в это вот безграничность, через каждый аспект Вселенной и мироздания. И тогда пути наши будут пути приятными, и все наши тропинки будут шалом. Всем шалом, шалом. Шаббат, шалом. Уже завтра наступает шаббат. Здесь на 7 часов меньше, чем в Европе. Большинство слушателей наших в Европе. Поэтому вам шаббат, шалом. Вы это видео посмотрите уже завтра. А я завтра с Божьей помощью постараюсь провести еще один урок. Все, всем счастливо. Шаббат, шалом. И чтобы Всевышний... Чтобы мы удостоились соединиться Всевышнего. И Он выполнил все запросы нашего сердца для нашего добра. Все, до завтра.